День добрый, мои друзья. Называемся Вячеслав Заруский, человек из России, чтобы рассказать правду о том краю. Россия имеет более 10 тысяч санкций, но есть одна санкция, которую все россияне боятся, и то, о которой мы говорим в России. У нас в большинстве своем люди гонялись, бились, давились за айфонами. И когда сегодня говорят о том, что нам, может быть, отключат айфоны, мы как-то преодолеем эту историю или, извините, не надо было выпендриваться? Но нам могут отключить не только айфоны. Нам могут отключить все, что работает на андроиде. Вы так не радуетесь, собственно. Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это же вот одна из тех, ну, угроз, о которых мы говорим. Вот это вот как раз кибервойна, да? В России барзучейство Порушана есть квестия можливости волнечения шестких смартфонов в краю. Пропагандище муви о тем. Потому что, очевидно, они ожидают, что если отключить все смартфоны, то недовольные городские обитатели выйдут на улицу и сметут эту власть. Почти попробую, ну. Муви о тем ровниш цаукьем интеллигенты и люди. Почти во всех смартфонах есть штатная функция удаленного отключения. Она предусмотрена на тот случай, если смартфон необходимо выключить, когда он потерялся. Например. А кроме этого, есть еще недокументированные функции. Ну вот, в частности, наши специалисты немного поразбирались. И во многих смартфонах существуют функции отключения телефона. Но как большой вплыв имел бы та санкция, если бы она была активирована? Россияне плацают смартфонами абсолютно за все. Рахунки за медиа, паркования, закупы, рахунки за пронд, транспорты публичные, таксовки, доставы еджения, мандаты, пожигки, кредиты хипотечные. Абсолютно вшистку. Деящее так, для того, что IT в России есть высокоразвененто и вшицы, и в Йенде маен та не интернет. Як таки проблем за стане развензаны? Мы погнались за этой историей. Вот мы работаем с этой историей. Только Министерство обороны, ФСБ и Федеральная служба охраны работают на обычных мобильных телефонах. Я кнопочные имею в виду. У всех в руках нет андроидов, нет этих больших экранов. Кнопочки, кнопочки, кнопочки. А если у большинства, у большинства процентов 85, наверное, если не 90, работают на андроиде, либо на айсе. Вот это вдруг берут и выключают. Что дальше? Ну ничего, я думаю, мы переживем. Можно перейти на ноутбук, можно перейти в обычную почту, можно вернуться к кнопочному телефону. То есть, ну это не то, что прям вот совсем полностью порушит инфраструктуру Российской Федерации. Можно высылать почту гомбиами, комниковать щепшишь пластиковые кубки. Так, так, так. Кнопочные телефоны, ну слушайте, мы все ими пользовались. Ну, по крайней мере, так сказать, зрелые поколения в 90-х, в 2000-х. На сегодняшний момент в России в 21-м году продавалось 30 миллионов смартфонов и чуть более 10 миллионов краскнопочных телефонов. Поэтому этот рынок не то чтобы забыт, но в случае, если ситуация выйдет из-под контроля и прям будет все плохо, ну да, действительно, мы перейдем на кнопочные телефоны, либо на электронную почту. А их хватит на всю Россию, этих самых кнопочных телефонов? Какая-нибудь Nokia же не будет их поставлять в Российскую Федерацию больше в нынешней ситуации? Ну, на самом деле, с кнопочным телефоном несколько полегче. У нас, во-первых, есть определенная категория псевдо-своих, которые делаются на фабриках в Китае, но имеют там а-ля российский бренд. Во-вторых, их много китайских, ну и в крайнем случае параллельным импортом мы их можем точно завести. Но еще раз повторюсь, я надеюсь, что историю с отключениями как айфонов, так и всех смартфонов на операционной системе Android не произойдет. А як пропагандище пропоную породить собесным проблемам? Они смартфоны отключат? Ну, хорошо. Отключат. Дальше что? Ну, все ответы найдут, чем ответить, и больно. Очень больно. Пусть потом не обрежаются. И асимметрично. Я не буду давать советов российскому руководству, что делать. Ну, у тебя просто советы простые. Бомбить. Не, не все. Бомбить это не всегда. Это когда выхода нет. Но, согласись, тяжело жить, где у тебя не работает телефон. Где у тебя не летают самолеты. Ну, а самолеты могут не летать и там. Нет Титана и Боинг не летают. Откуда они Титан получают? Для своей авиационной промышленности. Пока от нас. Девин... Не пока, а 90 с лишним процентов. Да, я говорю. Ну, вот пока получают от нас. А, что мы в ем блоге же? Пшай жим еще наипопулярнейшему каналове гаджетовому России. Привет, меня зовут Наташа. И сегодня я расскажу вам, какой кнопочный телефон выбрать в 2022 году. Согласитесь, тема актуальная и животрепещущая. Сегодня мы вернемся во времена, когда смартфонов еще не было. И просто представьте, сколько вещей заменил нам такой гаджет. Но история бывает цикличная, и все, что сейчас вообще происходит в мире, честно говоря, настолько меня огорчает, что я в какой-то момент захотела вообще уйти из этого интернета, из этого информационного пространства, из реальности, если можно сказать. Оказующее же есть в Илье плюсов жить без смартфонов. Шутки шутками, но свободного времени действительно стало много, и это не всегда плохо, потому что я, вот как вы видели, конструктор собрала, прочитала целую книгу за несколько дней, сделала генеральную уборку в доме, каталась на роликах, благо погода позволяет, с собакой больше времени начала проводить. Мы несколько, кстати, новых команд выучили. В общем, это действительно было полезно. Телевизия региональна от двущего часа мовит о том, что телефоны с прическами заскуют на популярности. Оказывается, наши первые телефоны, кнопочные, не ушли в небытие и по-прежнему стоят на полках магазинов и пользуются популярностью. Кнопочные телефоны всегда есть в наличии в магазинах средств связи. Ценсорные также берут, но не так часто, как раньше, по 10, сейчас по 2, по 3, по 5 берут. А кнопочные в вашем именно по-прежнему? Ну, по 2, по 3, да, телефоны в день продаются. Очевидно, в Елеповье, что выключение миллионов у житковников есть некористное для Apple и Google. Очевидно, что так, но власти Америки могут о то попросить. Например, в случае, когда российское войско дошло до Киева. Но если российская армия преграла войны, то сам Путин может разрезыгновать, что все, что заходное. Например, Россия сама разрезыгнула с Инстаграма. Россия сама выцовала еще с болонского системы эдукации. Российские фирмы банковые сами усыняли свою аппликацию банковые с интернетовых склепов с аппликациями. А сейчас, когда края европейские аннулявижи для Россия, Россия уже перестала выдавать обывателям России заграничные паспорты. Обычно не имеет возможности взыскания паспорта заграничного в амбассадзе российской по заграницам России. Хотя всегда было это возможно. В прошлом году, когда я живу за границей и мой паспорт могла вкрутое страдать важность, могла отримать новый паспорт с амбассадзе. Теперь Путин это защищал. Я служу своей стране. Да мне плевать на эти санкции. Уверен, что такая же позиция и у президента Путина, и у моих товарищей. Мы граждане России. Мы служим России. Не следует забывать, что Россия имеет тысячелетнюю историю, является постоянным членом Совета безопасности, имеет крупнейший ядерный потенциал в мире. Зачем это мне? Ну, я-то тут при чем? Ну, действительно, ну, казалось бы, ну, при чем тут я? Что вы ко мне все пристали? У меня была прекрасная жизнь, у меня было все хорошо. Зачем вот мне сейчас это все? Я мог ездить в Европу, у кого-то, как у меня, была там недвижимость. То есть возникает базовый вопрос. Почему я не могу сейчас взять и воспользоваться, там, не знаю, Apple Pay, Google Pay? Почему я не могу полететь, куда хочу? Почему я смотрю, как нас ненавидят сейчас во всем мире? Мы ждем следующие санкции. Спасибо за просмотр этого видео и до видения всем.